Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Усии, глава 10, портал экзегет.ру Стих 1. Израиль – роскошная лоза, и плоды ей подстать. Больше плодов – больше жертвенников. Земля хороша, и священные камни хороши. Вот такой запутанный, сложный стих, им начинается глава 10 этого сочинения. Начинаем, давайте, разбирать по словам, по словосочетаниям. Итак, Израиль – роскошная лоза. Этот образ лозы и виноградника встречается в главе 9, где сравнивается Израиль Богом, в глазах Бога он оказывается виноградником в пустыне. В пустыне какая-то бесплодная земля, бесплодная почва, в которой врастает этот оазис, и там есть виноградник, то есть есть виноград, то есть есть вино, то есть есть момент радости, утешения, успокоения после тяжелого дня. Тут тоже развиваются эти метафоры, эти мысли. Ты, Израиль, в Божьих глазах роскошная лоза, богатая, даровитая, многое у тебя имеется от Бога дарования, и земля, и уставы, и законы, и Божьи посланники, и Божий город, и Божий храм. У тебя есть все, Израиль, ты роскошная лоза. И плоды у тебя подстать. А вот тут начинается уже нами неощущаемая, но она есть в тексте, ирония, и сарказм. Какие же плоды у тебя есть, о Израиль, о роскошная Божья лоза? И вот есть грустная ирония или сарказм самого пророка. Больше плодов, больше жертвенников. Чем больше у тебя есть, тем больше ты нарушаешь Божьих правил, тем больше ты делаешь лишнего, ненужного, неважного. В глазах пророка Усии Ильи, жертвенник в Иерусалиме, является легитимным и нужным. А жертвенники, много, которые были на севере, это все является уступкой ваализму, опасным моментом, который может привести к синтезу благой религии Божьей, библийской и дурной религии местной хананейской. Земля хороша у вас, и священные камни хороши. Священные камни, которым поклонялись, на них возливали масло, елей, вино, которых почитали. Конечно же, все это в глазах пророка является чем-то ненормальным и противоестественным. Это есть неправильное богопочитание. Жертвенников быть не должно, священных камней быть не должно. Но они у вас есть. И поэтому твои, о, Израиль, о, роскошная лоза, плоды, они вот такие. Лоза виноградные рождают колючки. Винограда там мы не находим. Чем больше плодов у тебя есть, Израиль, тем больше ты их отдаешь на жертвенник ваалу. А все это вызывает у Бога законное недоумение и расстройство. Читаем дальше. Стало скользким их сердце. Теперь они понесут наказание. Он свернет шею их жертвенникам, разобьет их священные камни. Очень сильный образ, довольно редкий в Писании, если вообще не уникальный. Скользкое сердце. Скользкое какое-то, понимаете, склонное к каким-то таким вот веляниям, не твердое, не конкретное. Двуедушное сердце, скользкое сердце. У тебя, Израиль, скользкое, неблагодарное, липкое сердце. Но Бог говорит, что, точнее, возвещает Осия, что Бог однажды свернет шею вашим жертвенникам. Как это можно свернуть шею жертвенникам, спрашиваем мы. Жертвенник – это есть камень, такой стол. Но вспомним, что у Культивала именно быки были этими жертвенниками. Тогда этот образ понятен. Бог этим быкам, лже-иконам самого Бога, самого Яхве, он однажды им шею свернет, он их уничтожит. И все священные камни, о которых речь шла выше, они тоже будут уничтожены. Они будут разбиты. Они говорят, нет над нами царя. Господа мы не боимся. А царь, что он сделает нам? Но вот в этом высказывании выражается суть Израиля в глазах Бога, в глазах пророка Осии. Над этими людьми нет царя. И в прямом, и в таком фигуральном смысле. Не Бог им не царь. И царя у них тоже нету. Они их меняют. Они их постоянно свергают. Династия у них неправильная. Не Давидовичи, а какие-то умриды, потомки Еху и так далее. Это нехорошие династии. Над ними нет ни царя земного, ни царя небесного. Читаем дальше стих 4. Их речи, пустые слова, заключая договор, клянутся ложно. Но справедливость прорастет, как полынь на бороздах поля. Их речи, это есть пустые речи. Их обещания, пустые обещания. Они клянутся ложно. А именно об этом моменте, когда мы клянемся ложно, и возвещает нам заповедь, деколога, десатословие, запрещающее нам говорить ложные вещи. В нашем понимании это просто заповедь, которая мешает нам врать. Но вообще-то говоря, изначальный смысл этого постановления такой. Нельзя давать клятвенные обещания на суде, при сделке, при договоре, и потом нарушать их. А вы нарушаете эти божьи заповеди, одни из самых важнейших, которые есть в вашей жизни. Ну, опять же, очень такой сложный для понимания стих. Но, впрочем, при маленьком толковании все делается понятно. Итак, за Телиц Дома Зла трепещут жители Самарии. Дом Зла – это очередная династия, неугодная Богу. И у нее есть Телицы, у этого Дома Зла. Но, опять же, мы знаем, что Телиц – это был символ Бога Ваала. Почитали Тельцов, Телиц – это были по-настоящему святые изображения, святые статуи, святые строения. Тельцы или Телицы. И вот за них трепещут жители Самарии, столицы Северного Царства. Почему трепещут? А вот есть ответ в стихе шестом. Заберут в Ассирию. Заберут, увезут в Ассирию. И в этом отношении мы видим здесь описание очень такого древнего, укоренившегося в традиции и вавилонян, и ассирийцев, и тогда, и даже персов, обычая. Какого обычая? Народ завоевывает другой народ. Захватывает. Допустим, завоевывает Ассирия то же самое, Северное Царство. Да, Самарию, Израиль завоевывает. О чем это говорит, завоевание? О том, что Бог Ассирии в глазах ассирийцев оказался сильнее Бога израильтян. Но Бог израильтян тоже есть, по мнению ассирийцев. И чтобы этот Бог работал на ассирийцев, нужно все священные изображения, священные статуи, какие-то культовые предметы взять и увезти в столицу Ассирии, в Ниневию, чтобы там были собраны все головнейшие святыни всего покоренного царства, всех покоренных земель, чтобы эти божества, эти святые камни, святые сосуды, священные изображения и сооружения, и скульптуры, как здесь тельцы, телицы, чтобы они как будто бы работали на благо завоевателей ассирийцев. И вот об этом-то и трепещут, и переживают жители Самарии. Да, однажды будет так. Все ваалы, все тельцы будут депортированы, с народом увезены на север. И, конечно же, все это вызывает некоторое ограничение у пророка, у Бога, потому что выясняется, что ассирийцы, пустынный народ, далекий от Бога люди, и свои для Бога люди израильтяне, как будто бы на одной волне существуют. Ассирийцы увозят божеств, израильтяне переживают, грустят и причитают. Вот это вот, это вот наличие этой общей, какой-то религиозной базы, общего какого-то регистра, связывающего евреев и ассирийцев, это вызывает грусть у Оссии. Так быть не должно. Дальше, стих седьмой. Погибла Самария, ее царь, как щепка на воде. Ну, опять же, очень сильный образ. Наводнение, это завоевание, поток идет с севера, могучая река, ассирийские войска, колесницы, тяжелая конница, пехота, щиты, осадные орудия, это такая большая река, которая наводняет Северное Царство, рушит крепости, укрепленные пункты, наводняет потом уже и Самарию. А что же народ? Народ сметен этой волной, и сам царь, как какая-то маленькая щепочка, несется по волнам этой реки, этого мощного потока, сошедшего на Северное Царство и земель Осирия. Сгинут капища зла, грех Израиля. Колючкой и чертополохом зарастут их жертвенники, тогда они скажут горам, скройте нас и холмам на нас падите. Описание завоевания, ужаса, полной катастрофы, пришли войска врага, все захвачено, все сожжено, все расхищено, там, где раньше были святилища, там колючка, там, где раньше были храмы, там чертополохи, и тогда реакция людей, лишенных и дома, и столицы, и каких-то крепостей, и богатства, и запасов на начинающуюся зиму, реакция, она описана здесь. Мы скажем горам, они скажут горам, скройте нас, и скажут холмам, на нас падите, то есть, нас покройте, на нас оброшьтесь, но это есть, иначе говоря, призыв к Богу такой, что мы не можем больше жить, все, мы хотим умереть, хотя мы вроде бы еще живы. И мы знаем, что в Апокалипсисе, глава 6, стих 16, эти слова тоже встречаются при описании будущих грядущих бедствий и катастроф. Больше, чем в одни дивы, согрешил ты о Израиле. Там они смогли устоять, с негодяями война не коснулась их во дни гивы. Опять встречается у нас образ гивы, мы об этом говорили в Илаве 9, сравнивает Осия поведение нравы Северного царства с событиями в гиве, когда жители этого города изнасиловали наложницу Левита, она была убита, потом начинается гражданская война и вот все это с точки зрения Осия мелочи по сравнению с тем, чем живет сам Израиль. Ваша жизнь гораздо более грязная и унылая и тусклая и мрачная и кровавая и кровожадная чем то, что было давным-давно в Гиве. Там было лучше, там окончилась война с негодяями чем-то хорошим. У вас и этого не будет. У вас будет полная катастрофа. А теперь я хочу наказать их от слова уже Бога. Соберутся против них народы и будут они связаны за свои оба преступления. Ну, знакомая мысль, скоро будет завоевание, против них оплачатся народы соседние и завоевание будет успешное, будет плен и депортация. Но какие два преступления тут имеются ввиду, дорогие друзья? Преступления два, вероятнее всего это есть два главных родовых грехопадения, главные проблемы Северного Царства. Отпадение от храма и отпадение от дома Давида. Вот два этих греха постоянно встречаются, когда мы считаем пророков в разных местах их сочинений. Стих одиннадцатый. Ефрем обученная телица. Вот еще один образ. Ефрем это телица. Обученная телица. Божья телица. Бог ее создал и она радует его глаз. Любящие молотить. Молотить. Опять же гумно строение, плотный пол или может быть даже дощатый пол. Разбросаны там снопы с зерном, рожь, ячмень. По этим снопам ходят туда-сюда телица или вол. За собой тащат какие-то деревяшки, которые помогают выбить зерно из снопов, из этих пучков побегов, этих ржи либо пшеницы. Значит, Ефрем обученная телица, любящая молотить. Это хорошая работа. Это приятная работа. Под крышей тащишь небольшой груз, можешь при этом есть. От телицы можно было есть то, что она молотит. Но вот все начинается хорошо, оканчивается менее хорошо. А я, то есть Бог, взобрался на ее прекрасную шею. Оседлаю Ефрема. Иуда будет пахать, Яков баранить. Как это можно понимать, этот сильный образ? Это хороший, сильный, даже понятный образ. Бог взбирается на телицу и говорит, дорогуша, тебя ждет другая работа, тяжелая, изнуряющая, под небом, под солнцем, под дождем, под династием. Ты будешь делать уже не такую приятную работу, ты будешь пахать, ты будешь баранить. Времена меняются. Ты стала сытой, ты стала нежной, ты стала избалованной, это телица, ты стала заниматься неправильными делами своей личной, социальной, религиозной, экономической и политической жизни. Твою жизнь надо сделать поскромнее и посуровее. И этот вердикт возвещает Израилю и, заметим, и Иудея в этом стихе пророк Осия. Сеете себе ради правды, пожнете по милости. Распахивайте себе целину, ведь время искать Господа. Он придет и прольет на вас справедливость как дождь. О чудо, о сюрприз в этом большом перечне инвектив, то есть осуждений, обещаний, расправы, суда. И как мы встречаем маленький стих, где есть надежда, где есть милость, где есть упование на то, что однажды все это окончено. Бог говорит распахивайте себе целину, ищите Бога. Он придет и прольет на вас справедливость, как такой дающий благородие, утешение и свежесть дождь. Вы вспахивали нечестие, вы пожинали зло, вы ели плоды лжи, все потому, что ты положился на свой злой замысел и на множество воинов своих. Ну, осуждается Израиль, потому, что он опирается на могущество войска, своей армии, забывая о моральной стороне жизни всего своего общества. Наступит смятение в твоем народе, все три крепости погибнут, как Салман разрушил Бет-Арвел во время войны. Матери с детьми их на куски разрубили. Вот, что принесет вам Вифиль за все ваши злодеяния. На заре сгинет и безвозвратно царь Израиля. Этим оканчивается глава 10. И, конечно же, окончание опять мрачное, тяжелое, предрекающее дикие страдания, дикие переживания, казнь детей с их матерями. А все это было, конечно же, характерно древним завоеваниям, древним войнам, и ассирийцы были в этом отношении очень жестокие, беспощадные, кровожадные люди. И это все считают нужным сказать своему обществу жителям того самого общества Израиля 8 века до христианской эры порок Осия. Портал экзогет.ру священник Алексей Волчков. Спасибо за внимание. Волчков.